Министр МЧС России Владимир Пучков прибыл в Дагестан. В ходе визита он встретился с главой республики. Владимир Пучков и Рамазан Абдулатипов проверили подготовку Центра управления в кризисных ситуациях и побывали в реабилитационном центре «Надежда». О деталях визита Раиса Тьесупова. В аэропорту министр МЧС России Владимира Пучкова встретил Рамазан Абдулатипов. Они посетили главный офис МЧС республики, проверили готовность дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях. Министр передал республиканскому отделу сертификаты на новую пожарно-спасательную технику и вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам. Медаль МЧС за «Содружество во имя спасения» Пучков вручила и главе Дагестана Рамазан Абдулатипов. Руководитель республики в свою очередь наградил почетными грамотами и именными часами спасателей. Он отметил правительство Дагестана тесно взаимодействует со службами МЧС, как региональными, так и федеральными. У нас каких-то особых вопросов нету Владимиру Андреевичу, потому что мы постоянно взаимодействуем. У нас очень хорошее взаимодействие с министром Владимиром Махбудовичем. Он у нас не только начальник главного управления, но и министр республики Дагестан. И эту практику, которую поддержал министр Российской Федерации, эту практику одолжен в том числе и на уровне руководства страны. Сказано о том, что это хорошая практика, надо взаимодействовать активно, не заниматься денежом чего-то обратно, себя ответственность. Именно такую работу я вижу и по линии министерства чрезвычайной ситуации по республике Дагестан. Мы активно подключаемся к этим работам, выполняем все обязательства, которые мы вложили обратно себя. В СССР создан один из самых лучших центров управления в кризисной ситуации. Это не только новейшие спасательные технологии, это не только космический мониторинг, но самое главное это специалисты, суперпрофессионалы своего дела, которые могут оценить обстановку, принять решение, организовать быстрое оперативное принятие необходимых мер, задействовать ресурсы республики, привлечь республики Северного Кавказа для оказания помощи и поддержку при масштабных бедах и организовать системное обеспечение. Это мощная система профилактики предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров, которая реализует самые современные подходы и идеи, позволяет нам констатировать постоянное улучшение обстановки. Мы за последние несколько лет сокращаем и количество пожаров, и потери от них, уменьшается количество чрезвычайных ситуаций, дорожных транспортных происшествий и других бедствий, повышается эффективность всей системы реагирования, которая обеспечивает помощь и поддержку каждому человеку, который оказался в беде. Позже Владимир Пучков встретился с сотрудниками пожарно-спасательной части номер 7. Она отвечает за безопасность центрального района Махачкалы. Затем в сопровождении главы республики федеральный министр посетил единственную в регионе специализированную часть по тушению крупных пожаров. Дежурные бригады встречали министров полной экипировки. Всего в штате спецчасти 90 человек. Это спасатели, пожарные и другие специалисты. В распоряжении спецчасти 15 единиц техники, в том числе для тушения пожаров, проведения спасательных работ на высотах, а также ликвидации последствий ДТП в зоне ЧС. Министр МЧС во время обхода решил лично проверить, как работает единый номер служб 112 на территории Дагестана. Делегация также проинспектировала обеспечение пожарной безопасности в реабилитационном центре «Надежда». Здание было построено в 2013 году. На его этажах имеется все необходимое в случае возникновения пожара, обеспечен всеми средствами защиты и дежурный персонал. Кроме того, ближайшие подразделения МЧС находятся очень близко, в 500 метрах от центра. На заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе Абдулатипов поблагодарил Владимира Пучкова за приезд и высоко оценил работу МЧС в Дагестане. Мы взаимодействуем по всем параметрам. И я хочу поблагодарить Владимира Андреевича за очень качественную работу, за очень внимательную работу, в том числе Республики Дагестан, с учетом всех угроз, которые свойственны для Республики Дагестан. Мы очень хорошую работу провели, у нас хорошие перспективные планы, и нам работает с удовольствием. И я еще раз хочу подчеркнуть, вот в сфере деятельности МЧС безопасность граждан Российской Федерации по Республике Дагестан будет обеспечена полностью. В свою очередь Пучков рассказал о той работе, которую проводит МЧС в Республике по обеспечению безопасности. Республика динамично развивается, растет экономика, строятся жилые дома, социальная инфраструктура, дороги, энергетика. Это требует дополнительных усилий по внедрению новых современных подходов безопасности жизнедеятельности населения. И несмотря на то, что уже проделана большая системная работа, мы сегодня дополнительно обсудили вопросы и будем реализовывать проекты по усилению реагирующих подразделений здесь, на территории Республики Дагестан, причем прикрывая и Каспий, прикрывая и прибрежную зону. В завершении рабочей поездки глава МЧС России отметил, что удовлетворен увиденным и результатами работы управления МЧС на территории Республики. Он также отметил, для дагестанских пожарных и спасателей будет разработана особая экипировка с учетом климатических и географических особенностей.